Неожиданно было, да, что здесь могут стоять автомат машины. Нина Милещенко с приятельницей осматривает новое общежитие. Уже через несколько дней девушка переедет в эту квартиру. Прежние условия проживания, говорит Нина, разительно отличаются от того, что она увидела сегодня. Раньше приходила жить в пятером в одной квартире. У молодого специалиста заработок не очень-то огромный, и поэтому снимать одному квартиру, как бы, это не по силам. Сейчас Нине для того, чтобы жить в этом общежитии, придется платить всего одну тысячу рублей в месяц, хотя раньше девушка отдавала по пять. При этом сейчас обстановка гораздо комфортнее. Пустовавшее некоторое время здание отремонтировано с учетом всех современных требований. Здесь есть светлые двухместные комнаты, чистые душевые, кухни на каждом этаже и даже прачечная. В общежитии поселятся не только молодые специалисты. Для преподавателей более старшего возраста, проживающих без семьи, здесь предусмотрены одноместные комнаты. Всего в ближайшее время в здание должно переехать 60 человек. Мы собрали заявки от тех специалистов, работников наших образовательных учреждений. И уже сегодня надо сказать о том, что оно будет заполнено полностью. Но с учетом того, что семейное положение людей, которые будут проживать здесь, оно может меняться. Поэтому я думаю, что мы своевременно будем обеспечивать всех нуждающих. Чтобы обеспечить педагогов жильем, из областного бюджета было выделено 23 миллиона рублей в рамках прошлогодних мероприятий, посвященных годным учителям. В планах Министерства образования – строительство домов для молодых специалистов в сельской местности. Анастасия Мельянова, Александр Мокин. Новости сейчас.